Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, ведем к следующей головной мозг. У человека нарушена функция анализировать и объединять всю информацию при той или иной ситуации, либо того или иного человека, либо вообще то, что его окружает, либо то, что он увидел. Анализ и синтез, вот так скажем. Итак, давайте мы коснемся, а зачем человеку вообще что-то анализировать? Ну живет в себе человек, да и живет. Ну человек пользуется там выводами других специалистов. Ну и пользуется. Помните, уважаемые зрители, что согласно восточной медицины мы знаем, что меридиан желудка относится к элементу земля. Только на земле человек наделен свойствами, что учиться. Только на земле человеку даны все энергии, которые он может что-то исследовать, анализировать, делать выводы, обрабатывать. Ну и, конечно же, черпать что-то полезную информацию, польза, по душа, то есть в душе польза эта информация. Эти энергии на земле, которые расположены, которые мы можем только на земле подчеркнуть, узнать, исследовать, анализировать их, понимаете? Всю эту информацию, этих энергий объединить, сделать выводы. В этом нам помогает меридиан желудка. Если у человека нарушена эта функция, то, конечно же, у человека уязвим желудок и меридиан желудка. Но через точку Е40 мы можем что? Благоприятно, извините, повлиять на эту функцию головного мозга, которая может раскрыть в человеке скрытый потенциал, чтобы человек анализировал эту всю информацию в энергиях, обрабатывая себя в голове, в головном мозге. И здесь можно сказать, что тут также от состояния данного меридиана зависит быстрота, скажем, обработки данной информации. Ну и, конечно же, что непоспешные выводы. Другими словами можно сказать, что это своеобразный компьютер в организме человека. Вот это вот точка. Скажем так, матрица нашего компьютера. И, конечно же, какие в эту матрицу, какой вы, скажем так, Windows поставите туда, программу, так она у вас будет работать. Вот если у человека данный компьютер не работает аналитически, то, конечно же, человек может попасть в дурные ситуации. Раз. Человек может не воспользоваться своими скрытными данными. Два. Человек не может состояться в жизни как личность. Три. Он может быть постоянно, скажем так, находить обиду, или находить объяснение, либо, ну, полностью, скажем так, сделать в себя какую-то жертву четыре. И таких параграфов я могу перечислять очень множество. Потому сегодняшняя наша лекция о том, что если человек хочет научиться в своей жизни производить анализ того или иного события, либо тех или иных жизненных ситуаций, то, пожалуйста, вы обделены таким чувством, либо обделены такими способностями. Ну, пожалуйста, не делайте с этого проблему. Ну, не дано вам сегодня. Но у вас есть точка Е40. Я не говорю вам, что вот вы повоздействуете на нее, и все, вы сразу начнете ясновидящий человек за два-три шага видит там будущее, настоящее, прошлое. Нет. Но, по крайней мере, если вы зададитесь целью учиться анализировать ситуацию, учиться анализировать ту литературу, которая к вам приходит, учиться делать выводы о тех или иных людях. Почему? Потому что анализ ведь это не только там человек, ну, скажем так, давайте возьмем простой пример. Человек приходит в больницу, он задает анализы кров, кал, мочу, или еще бы какие-то там мокроту, или еще какие-то анализы. И уже врач, допустим, если он обделен правильно анализировать эти анализы, он что? Он может поставить неправильный диагноз, вследствие чего у человека может развиться другая болезнь. Человек получит отравление сумасшедших химических, скажем так, таблеток и вакцин. Потому, браться, анализировать те или иные ситуации, здесь нужна огромная работа над собой. И точка Е40 фельдунь вам в помощь. Она вам поможет раскрывать, не раскрыть, а раскрывать поэтапно все процессы, простите, анализа. И, конечно же, выводы после этих анализов, непоспешных выводов. Вот это, можно сказать, есть мудрость человеческая. В молодости человек быстро санализирует, ага, ага, там нет, там, да. Уже в другом возрасте человек более спокойно анализирует, более по-другому смотрит на жизненную ситуацию и проблему. И делает выводы и анализы более спокойно. Потому, если вы хотите научиться анализировать жизненные ситуации, и не только, точка Е40 фельдунь вам в помощь. Но здесь, пожалуйста, помните, здесь не стоит слишком сильно тонизировать данную точку. Нужно дать столько энергии, сколько нужно для анализа. Спасибо за внимание.